Из азербайджанского города Нофталан съемочная группа Евронюс отправляется в Талыш, село которое несколько дней назад находилось под контролем сил самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. В целях безопасности нам пришлось покинуть Нофталан. Сейчас мы на заднем сидении пикапа, который везет нас в Талыш. Евронюсу будет первой телевизионной группой, снимающей в Талыши. За прошедшую неделю, как заявили в Баку, силами азербайджанской армии были взяты несколько населенных пунктов, включая Талыш. Это село не впервые оказывается ареной боевых действий. Так было и в предыдущих конфликтах. Домам и постройкам в Талыше нанесен значительный ущерб. Есть дома. К одному из таких приблизился наш корреспондент, которые полностью разрушены. Запечатлеть съемочной группе на камеру военных азербайджанская армия не позволила. Это было одним из самых жестких условий съемки, выдвинутых азербайджанскими военными. Мы не могли снимать ни солдат, ни военную технику. Но по дороге сюда мы видели много танков. Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года. Ситуация снова обострилась 27 сентября. В самой непризнанной республике, а также в Азербайджане и Армении было введено военное положение и объявлена мобилизация. Пустые глазницы домов, пустые улицы. Люди бежали из Талыша из-за боевых действий. Нам сказали быть очень осторожными. В любую секунду мы можем здесь подорваться на мине. После объявления о перемирии в Талыши было спокойно. Репортаж армянского корреспондента Евроньюз будет в ближайшее время.